добрый вечер дорогие друзья добрый день не знаю в какое время суток вы смотрите нас сегодня мы читаем вам третью лекцию связанную с модуляциями на предыдущей лекции я вам рассказал один из таких базовых принципов что для того чтобы связать два совершенно несвязанных аккорда сделать модуляцию то есть уйти из одной тоники в другую достаточно соединить эти аккорды какой-то одной общей ключевой нотой желательно чтобы эта нота была наверху в голосоведении в аккорде или чтобы было несколько в середине то есть найти эти какие-то связи важно чтобы эти ступени входили в лад того аккорда и желательно были какими-то ключевыми то есть которые бы его выделяли вот это один принцип но с другой стороны надо было сразу сказать что самом деле для того чтобы сделать модуляцию достаточно выполнить один несложный прием вот жазмены проблем с модуляцией не имеют вообще имеют вообще потому что они знают что в какой бы тональности мы не находились для того чтобы перейти в иной тональность нам нужно просто сыграть в конце периода гармонический блок субдоминанта второй ступени доминанта тоника и таким образом выйти в новую тональность все это вот закон и об этом джазмены даже не думают когда они собираются играть пьесу и договорились что мы первый квадрат сыграем в одной тональности потом мы сыграем в следующей тональности указываем какая это будет анализ потом мы сыграем следующей тональности они даже не говорят о какие аккорды будут находиться в последнем такте перед новой частью где должна появиться модуляция они по умолчанию знают что нужно будет сыграть либо доминанту либо сыграть гармонический блок субдоминанта второй ступени доминанта тоника по умолчанию это делается и особенно если темп очень быстрый то возможная гармоническая нелогичность несвязанность вот этих аккордов субдоминанта доминанта который переводит новую тональность с предыдущим аккордом который находился в предыдущей тональности уже не сильно важны потому что время идет скоротечно быстро гармонический блок субдоминанта доминанта тоника очень быстро переводит слушателя в новую тональность вот это нужно знать понимать и уметь использовать ну давайте я сейчас вот вам так покажу пример с которой уже начал вот мы находимся в до мажоре мы можем сколько угодно в нем находиться да а потом мы сделаем модуляцию в ре бемоль вот уже находимся в ре бемоле да мы двигаемся по ступеням этого лада ой пардон вот а потом перейдем в рэ вот если разобрать ну что же было я двигался по гармонической функции 1 6 2 5 вот завис где-то вот на этом аккорде или наверное на второй ступени вот на этой и совершенно даже не думая о том какая у меня будет связь со следующим аккордом играя субдоминанта второй ступени для следующей тональности ре бемоль вот она меболь в басу обратите внимание разрешаясь в ре бемоль вот здесь связь осталась то что общие ноты есть ну например я бы мог остановиться вот на таком аккорде ре минор да и потом подняться на пол тонны вверх на его аналогичный аккорд и никакой бы связи нотной не было то есть не было бы связующей нотки то есть вот это правило было бы нарушено то о чем мы говорили в первом случае но поскольку изменение гармонии происходит во времени очень быстро то эта связь практически незаметно то есть нарушение этой связи практически незаметно а гармонический блок очень быстро погружает на основу этот анализ ну послушайте еще раз вот ре и сразу вверх и все хорошо вот уже мы ощутили эту гармонию дальше вот уже мы в ре мажоре находимся дальше вот уже в ми бемоль мы находимся у тебя будет не мажор и вот мы уже фа мажоре то есть вот это еще один из принципов которые нам нужно знать для того чтобы перейти из тональности в тональность достаточно сыграть просто стандартно совершенно хорошо известный любым джазменом гармонический блок субдоминанта второй ступени минорный субдоминанта второй ступени доминанта и выйти в следующую тонику вот сегодня будет такой очень короткий урок который рассказал об этом принципе а в следующий раз мы поговорим как раз об этих блоках 2 5 1 потому что это важно важный такой аспект понимание гармонии важно ключевое его надо знать тем более что он имеет непосредственно отношение к общей теме наших занятий к модуляции спасибо